Руководители ключевых министерств и ведомств двух стран сверили позиции в рамках созданных при Совете сотрудничества специальных механизмов взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах. В частности, в Анталии на встрече совместной группы стратегического планирования обсуждалась ситуация в Сирии. Отмечу, что Россия и Турция как гаранты астанинского процесса продолжают прилагать энергичные согласованные усилия по долгосрочной нормализации обстановки в этой стране. Мы координируем действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса, в том числе в целях скорейшего формирования Конституционного комитета. Состоялось очередное заседание смешанной межправкомиссии, по линии которой многое делается для углубления экономических связей, наращивания встречных торговых и инвестиционных потоков. В прошлом году двусторонний товароборот вырос почти на 16% и превысил 25 миллиардов долларов. Объём взаимных капиталовложений приближается к 20 миллиардам долларов. Полагаю, что расширению торговли могла бы способствовать отмена действующих пока ограничений в этой сфере, диверсификация номенклатуры товарных поставок, дальнейшая активизация инвестиционного сотрудничества будет способствовать и запуск новых совместных проектов в самых разных отраслях экономики, в промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, секторе высоких технологий. Подчеркну, российско-турецкое взаимодействие в энергетической сфере приобрело подлинно стратегический характер. Россия – крупнейший поставщик природного газа в Турцию. В прошлом году экспортировано 24 миллиарда кубических метров. Это покрывает почти половину потребностей страны. Значительно увеличить поставки российского газа турецким потребителям позволит ввод в действие нового газопровода – турецкий поток. На днях пройден очередной очень важный этап его укладки. Произведена стыковка глубоководной и прибрежной секции на турецкой территории. Теперь нужно завершить работу по сооружению приёмного терминала на Черноморском побережье Турции с тем, чтобы турецкий поток, как договаривались, был введён в эксплуатацию до конца текущего года. Ещё одним ключевым проектом энергетики является строительство в Турции атомной электростанции «Акую». Запуск первого блока станции намечен на 2023 год, к 100-летнему юбилею Турецкой Республики. На данном этапе необходимо привлечь дополнительные финансирования и заключить соответствующие соглашения с потенциальными турецкими инвесторами. И такие потенциальные инвесторы есть. Серьёзные задачи по укреплению сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идёт о завершении реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую Республику современной российской продукции военного назначения. Приоритетным видится развитие двухстороннего гуманитарного сотрудничества. На этом направлении активно работает Российско-Турецкий форум общественности. Уверен, что расширению культурных обменов, контактов в области образования, науки и туризма будет способствовать и проведению перекрёстного года культуры и туризма России и Турции, который открывается сегодня на торжественной церемонии в Большом театре. Уважаемые коллеги, я хочу вас поблагодарить за внимание и с удовольствием передаю слово президенту Турции, после чего мы и дослушаем доклады сопредседателей совместной группы стратегического планирования, межправкомиссии и форума общественности. Благодарю вас за внимание. Пожалуйста, уважаемый господин президент. Уважаемый господин президент. Уважаемый господин президент. Евгений господин президент. Уважаемые господин президент учитель поведения дивизма повещurable. Уважаемый господин президент по полной господин Продолжение следует... 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 Продолжение следует...